Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Сегодня последний день весны, и лето уже наступает ей на пятки. Да и погода уже летняя. Подробный прогноз синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременной дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 9, а днем 27-32 градусов тепла и местами 17-22. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днем 30-32 градусов тепла. Более 11 тысяч детей в Карачаево-Черкесии отдохнут в детских лагерях этим летом. Об этом рассказали на совещании по проведению летней кампании по отдыху и оздоровлению детей. Он будет проходить в 100 организациях отдыха, в том числе в пришкольных, загородных и, возможно, в палаточных лагерях. Помимо детей республики, необходимые условия для летнего отдыха и оздоровления будут организованы и для ребят из ДНР и ЛНР. На курорте Архыск в Карачаево-Черкесии открылись трассы для горного велосипеда. Райдерам будут доступны дистанции для скоростного спуска красного, синего и зеленого уровня сложности. Как для опытных велосипедистов, так и для начинающих. Для комфорта всех гостей курорта подниматься на канатной дороге с велосипедом можно только в кабинках, маркированных значком «Велосипедиста». Подросткам от 12 до 17 лет для посещения трасс потребуется письменное разрешение взрослых и документы, удостоверяющие личность. Приобрести байк-пассы можно в кассах курорта и на сайте. Красивая природа, отличная погода и хочется читать стихи. К тому же увидел свет поэтический сборник молодого поэта и нашего коллеги-тележурналиста Алихана Левшокова. В книгу под названием «Шум крыльев» вошли стихи последних лет. И сегодня в нашей студии Алихан расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о своем сборнике, его основной тематике, о разделах, а также о своих творческих замыслах. Доброе утро всем. Доброе утро, Алихан. Доброе утро. Благодарю тебя за то, что ты нашел время, пришел сегодня к нам в гости. Повод у нас с тобой очень хороший, замечательный, прекрасный. Вот перед нами лежит твой новый поэтический сборник. Значит, «Шум крыльев» называется на карачаевском языке «Ханаттауш». И, конечно, это, я так понимаю, поэзия нескольких лет последних, избранная. И если говорить об этой книге, она состоит из нескольких частей по тематике. Стихи о родине, стихи о малой родине, о кумыше, о тех местах, где я родился, вырос, лирика. И посвящение великим поэтам. Да, не только там великим поэтам. Начинается с пророка Мухаммада. И дальше идут люди, которых я, как говорится, выделял в своей жизни, в творчестве, стараясь подражать. Какие-то твои учителя. Да, можно сказать, они такие учителя, благодаря которым я уже начал писать. Вот если говорить конкретно о сборнике, мы, наверное, начнем нашу с тобой беседу именно со сборника. Вот по тематике, что тебе близко по духу? Ну, близко, конечно, именно я старался затрагивать именно любовь к родине. Это, безусловно, стоит особняком у меня в творчестве. Также это любовь к матери, любовь, можно сказать, к малой родине, как ты выразилась. Это тоже, безусловно, имеет место быть. Ну, также, как ты заметил, у меня идет отдельная глава и любовные лирические стихи, безусловно. Ну, куда уж без этого, молодым людям. Поэтому, да, эти тоже имеют место быть. Ну, чтобы сказать, что именно что-то одно, нет. Я стараюсь охватить все. Ну, иногда какие-то переживания, например, да, те или иные моменты в своей жизни, которые я стараюсь выражать именно в стихах, свои мысли. Это все я старался. В общем, то, что происходит вокруг, и то, что живет, и существует. Ты начал сочинять стихи с 13 лет и публиковаться уже в газете «Карачаи Республиканской». Ты можешь сейчас сказать, кто из великих поэтов на тебя оказал влияние? Может быть, кто-то из местных? На твое мировоззрение кто повлиял? Я бы не сказал, что определенно один поэт повлиял на мое мировоззрение. Благо то, что мои родители, они как бы делали упор, чтобы я именно читал книги, именно развивался в этом плане. И часто меня отправляли в библиотеку. Но почему-то мне внутри, вот у меня мама в большей степени, и она говорила, что русский язык – это твой главный инструмент, благодаря которому ты будешь развиваться в жизни. Потому что она больше упор делала на русский язык. И говорила, иди в библиотеку, бери книги, читай. Но у меня внутри как-то, не знаю, не клеилось. Я говорю, ну я человек, который думает на родном языке. И как я могу читать только на русском языке? И я начал обращать внимание на книги именно родной литературы. Благо то, что у нас вот в поселке Правокубанском, в библиотеке поселковой, там были произведения не только карачаевских писателей поэтов, там были произведения и абазинских, и черкесских. Я был удивлен этому. И я начал брать эти книги, читать. И вот таким образом это были произведения Исмаила Семенова, произведения Азрыта Акбаева. Я знаю, у Исмаила Семенова у тебя отдельная отношения. Да, конечно. И Казима Мичиева, балкарского поэта. Все эти произведения, у меня были огромные впечатления. Я старался подражать. Первые стихи, это такие небольшие четыре стихи, я их писал, стараясь подражать этим авторам. И таким образом я начал писать. Как говорится, вот это влилось сегодня в эту книгу. Это избранные стихи фактически. Да, избранные. Ты можешь объяснить то состояние, как рождается стихотворение? Из каких символов? Как оно у тебя рождается? Ну, я не знаю, как поэты могут это охарактеризовать. Это само по себе получается. Ты вот, что-то внутри начинается складываться у тебя. Я часто, ну, я часто любил оставаться один фактически в детстве. И, например, я мог у береги реки сидеть и думать, мечтать. И вот в этот момент появлялись сами собой слова. Начал я описывать, как река течет, как солнце светит, как появляется луна. Вот это все наблюдение, она в большей степени давала мне что-то внутри, появлялись какие-то слова. И таким образом, когда я приходил домой, уже в тетради появляются четыре стихи, стихи, думы какие-то. Ты пишешь исключительно на карачаевском языке стихи? Нет, я бы не сказал. Есть у меня и на русском языке стихи, но в большей степени я их не считаю такими хорошими для меня. Потому что, ну, когда человек думает на карачаевском языке, ему легче излагать мысли на родном языке. И получалось, я вот, когда пишу на русском языке, конечно, некоторые говорят, почему у тебя даже хорошие стихи? Но я говорю, ну, как-то не так. Все равно я вот читаю, я понимаю, что я не своим языком пишу, получается. Поэтому как-то не очень. А так, если было бы хорошо, если кто-то там перевел бы, тогда, наверное, по-другому это смотрелось бы. Ну, надеюсь. Ну, вот свое творчество, ты каким бы словом, какой бы фразой охарактеризовал бы? Фраза, я бы сказал бы, это фраза чувства моей души. Что я чувствую. Больше, как сказал в свое время поэт Сергей Есенин, пишу, как дышу. Вот примерно так. Помимо того, что ты мой коллега, мы с тобой работаем в одном отделе. Ты преподаватель Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. Также ты возглавляешь там союз молодых журналистов. Есть молодые таланты? Ну, долгое время, к сожалению, пандемия чуть-чуть выбила нас из калии. А так, молодые ребята, безусловно, есть, которые хотят заниматься именно журналистикой, творчеством. Ну, у нас, к сожалению, как бывает, вот ты занимаешься со студентом, он вырастает, уходит, и как-то, да, вот связь обрывается. Ну, хотелось бы, чтобы ребята как-то вот вместе, да, вот работали именно в этой, как команда. Над чем сейчас работаешь? Я имею в виду, если книга, это... Я имею в виду новые стихи. Ну, есть... Есть еще на один сборник? Конечно, это вот первый сборник, это 300 экземпляров. Я надеюсь, следующий сборник тоже будет больше, я надеюсь, сделать его в плане именно объема. И... Я в этом не сомневаюсь. Эти стихи просто тут пользовались таким успехом, особенно у тех, кто знает хорошо язык. Ну, спасибо им, многие помогли. Я благодарен в первую очередь литературному редактору, это Хусейн Лепшоков, журналист газеты «Карача», член Союза журналистов, он народный поэт «Карача» в Черкесии. Благодарен Асану Найманову, он помог с версткой книги, помог с макетом, с обложкой и даже выбором типографии, конечно. Конечно, это, я считаю, большим благом, что есть люди, которые могут помогать молодым поэтам и идти вот вместе с ними, вот работать над книгой. Это, я считаю, большим благом на сегодняшний день. Алихан, ждем твой второй сборник и, надеюсь, в скором времени мы с тобой опять здесь увидимся. Я желаю тебе творческих успехов и спасибо, что сегодня утром ты был с нами. Спасибо тебе. Я благодарен был за то, что мы с тобой так тепло пообщались и, конечно же, буду ждать приглашения в нашу студию. Ты жизнь начинаешь не с первой страницы, твой род книгу жизни писал до тебя. Ряды поколений плели, словно спицы, твою родословную день ото дня. Проект «Генеалогическое дерево рода», над которым работала школьница Ирада Тлимахова из Алибердуковского, стал лучшим в национальном конкурсе, проведенном общественной организацией Адыгхабзы Хасы по сохранению и развитию адыгского языка и литературы имени Кази Атажукина, Карачаева-Черкесии. С победительницей встретилась Фатима Даурова. Восьмиклассница Ирада Тлимахова из Аула Алибердуковский теперь уже наизусть знает семь колен своего рода. Ближе к корням родового дерева размещено имя прародителя ветви, к которой относится сама Ирада. Кумаль Тлимахов в конце XVIII века переселился из Большой Кабарды в долину реки Малый Зеленчук. В ауле Хахандуковский он нашел кровь и обосновался. Он поселился здесь в 1781 году. Дальше от него произошли мои предки, в том числе и мой отец. Составить нисходящее генеалогическое дерево задача не из простых. В случае с этим методом родословная идет от определенного предка, постепенно переходя к потомкам. Он подходит не всем, а только лишь тем, которые очень хорошо разбираются в истории своего рода. За время подготовки к конкурсной работе Ирада и ее наставник и учитель Марина Тлимахова стали настоящими знатоками своей ветки Тлимаховых. Я считаю, что нужно знать свои корни, нужно знать тех, от кого мы произошли. Я, например, произошла от Кумаля. Я очень ценю то, что я знаю свои корни. Я очень горжусь своими предками. Наша задача, чтобы молодое поколение знало своих предков, откуда они произошли. И вот я с интересом работала с ученицей, которая готовила этот материал. Работа шла на всех фронтах. И ради помогали старшие в роду. Сохранившиеся истории от дедов передавались юные исследовательницы. Старые фотографии из закоулков семейных альбомов, копии архивных документов дополняли ее проект. Ведь в номинации, где она хотела стать первой, прежде всего оценивалась насыщенность работы фотографиями и документами. Люди, которые работали над этим, встречались со старшими людьми, которые много чего им передали. И Кимахов Мухаджир, как я знаю, ездил и в Кабарду, и в архивах он много работал. Он собрал богатый материал по этому вопросу. И они сделали большое, огромное дерево. Составляя генеалогическое древо семьи, Ирада узнала об именитых людях в роду Тлимаховых, которые считаются вторым по количеству в родном ауле Алибердуковский. Проследила, какие профессии были распространены в семье. Я узнала много интересного в ходе этой работы. Я узнала много своих родственников, которых не было в нашем ауле. Я узнала много достопримечательностей, которые мой дядя построил. Узнала много нового о профессии моего отца. Ирада всегда любила проводить расследования и докапываться до истины. Работа над проектом удовлетворила эту потребность познания. И теперь она знает истоки своего происхождения и смело смотрит вперед, навстречу будущему. Фатима Даурова, Муминат Ешерова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. В Карачаево-Черкесии много замечательных уголков, которые славятся своими достижениями. И сегодня наш корреспондент Альбина Ламкова отправилась в Ось Джигуто. Усть Джигута расположен на правом берегу реки Кубань, 8 километров к югу от Черкеска. Здесь берет начало Большой Ставропольский канал. Также к городу относится высотный микрорайон Московский. Он был построен вместе с тепличным кабинетом Южный в 1979 году. В 1861 году в устье реки Джигута при впадении в Кубань казаками-переселенцами образовалась станица Усть-Джигутинская. А в 1975 году она стала городом. Численность населения, согласно последней переписи, составляет около 32 тысяч человек. В нем проживают представители более 40 народов России. Здесь рядом в мире дружбе живут русские, карачаевцы, абазины, черкесы, татары, армяне и другие. Дети обучаются в семи общеобразовательных школах. Действуют школы дополнительного образования. В центре расположен благоустроенный парк для отдыха жителей и гостей усть-Джигуты. Недалеко друг от друга расположены здания администрации района, города и МВД. В Усть-Джигуте бережно чтят память о погибших в годы Великой Отечественной. Дополнен мемориальный комплекс с памятными досками из черного мрамора с именами погибших на фронте защитников родины усть-Джигутинского района. Впереди от него можно полюбоваться Михаила Архангельским храмом. Он является настоящей жемчужиной Карачаева-Черкесии. Станичная церковь смогла пережить все войны и революции и сохраниться до настоящего времени. Одной из главных достопримечательностей усть-Джигуты является новая соборная мечеть. Она расположена вдоль федеральной трассы и благодаря яркому архитектурному решению хорошо заметна как для жителей, так и для гостей города. Главный минорет возвышается над землей на 41 метр. Через дорогу в 15 минутах от мечети расположена усть-Джигутинская центральная районная больница. Она основана в 1943 году. Учреждение имеет в своем составе многопрофильный стационар и амбулаторно-поликлиническую службу. В усть-Джигутинской районной больнице есть особое отделение, где каждый день происходит таинство природы. Здесь каждый день бывают дни рождения. Простой и трудный женский подвиг. В этом отделении был рожден известный артист Дима Билан. Ни врачи роддома, ни сами родители даже не подозревали, что на свет появилась новая звезда. Ну а самое главное, чтобы все рожденные в нем малыши в будущем были хорошими людьми. Я живу в этом городе 25 лет. Усть-Джигута. Вообще даже рассказывать не могу. Такие люди живут. Хорошие. В центре у нас парк красивый. Вообще красота. Люди отдыхают. Как и любой другой населенный пункт, Усть-Джигута развивается и благоустраивается. Но по-прежнему главным богатством и гордостью города остаются его жители. Альбина Ламкова, Лебастанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Усть-Джигутинский район. Четыре спортсмена из Карачаева-Черкесии вошли в состав команды России по вольной борьбе. Благодаря победе на первенстве России среди юношей до 16 лет, которая состоялась в Элисте. В пятерке сильнейших – Хали Байрамуков, Ильдар Ктаганов, Тамерлан Тагалеков и Денислам Хубеев. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра.